Дисклеймер. Автор материала не несет ответственности за действия, совершенные слушателем. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор. Сегодня у нас воскресенье, а это означает то, что пришло то самое время пополнять наш виртуальный портфель. Как всегда на 100 баксов. Разберем все самое интересное минус по нашему пенеллу, а также прикупим что-нибудь интересное. Поэтому заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, а я потихонечку буду начинать. Напоминаю, сегодня будет уже 19 покупка, в данный портфель вложен 1800 долларов, и пенелл по нашему портфелю составляет минус 12%. Несмотря на то, что сам биткоин откатился на 20% с первой покупки, эфириум на 14%, байсов вообще на 32% откатился, тета на 20%, ваныч также на 20%, длина на 26%, эфириум классик на 19%, дэш на 20%, тфью на 15%, коин 98 почти на 40% откатился, бейк на 27%, и зилика на 20%. Несмотря на то, что биткоин очень сильно пролился буквально на днях, с 21 тысячи долларов до 16. Свободный фиат мы трогать не будем, так как наш грамотно распределенный портфель особо-то ничего не почувствовал. Откупать минуса по нашему портфелю будем тогда, когда пенелл будет составлять хотя бы минус 25%, а то и больше. Сейчас вообще нет смысла. В общем, приступаем. В первую очередь покупаем, как всегда, биткоин, эфириум и бнб. Это три основные криптовалюты, на которых держится остальная альта. Если у тебя этого нету, то предлагаю задуматься, возможно, что-то ты делаешь неправильно. Добавляем транзакцию в биткоин на 25 долларов, после покупаем эфириум на 20 баксов. Процент вклада эфириум, в отличие от биткоина, он меньше, так как это альткоин, риски, соответственно, выше. Соблюдаем риск менеджмент. Добавляем транзакцию на 20 баксов. Бнб с момента покупки у нас особо не пролился, поэтому сюда можно вложить не больше 10 баксов. В принципе, будет достаточно. Добавляем. И осталось в свободном доступе у нас с вами 45 долларов. Давайте откупим альту, которая пролилась больше всего. И, конечно же, начинаем с токена байсов. Минус 32% с момента покупки. Цена его составляет уже 19 центов за один актив. И откупать его сейчас необходимо, так как мы просто не знаем, когда пойдет разворот цены. Но откупать нужно аккуратно. Пяти баксов вполне будет достаточно. Смотрим дальше. Больше всего пролился также все 98. Откупаем его также на 5 долларов. И далее идем строго по списку, что у нас. Так, с зиликой пока немного подождем. Пусть она полежит. Откупать пока что я ее не буду. Завтра объясню почему. Поэтому обязательно подпишись, чтобы не пропустить завтрашнее видео. А можешь еще лайк поставить. Будет вообще огонь. Тета нетворк. Добавляем транзакцию также на 5 долларов. Идем дальше. Ван инч. Покупаем такое число. И получается у нас тоже 5 долларов. Следом у нас идет токен Лина. Также ее откупаем на 5 долларов. И эфириум классик. Также откупаем на 5 баксов. И что у нас еще осталось. Дэш также обязательно откупим на такую же сумму. Это у нас получается вот такое число токена. Добавляем. В свободном доступе для покупки у нас осталось 10 баксов. И нам осталось докупить кстати 2 токена. Это TFUEL и BAKE. Вот сегодня предлагаю полностью потратить весь наш депозит. Ровно 100 долларов. Свободный фиат, который мы с вами накапливали. Это у нас BUSD 159 долларов. USDC 105. DAI 60. И тезер 50 баксов. Его трогать не будем. Тепьюл откупаем на 5 долларов. И также откупаем BAKE на последние 5 баксов. Поздравляю. 19 покупка совершена. Мы в минусе всего лишь на 210 долларов. А это примерно 12%. И я это уже считаю победой. Так как попробую продержаться во время медвежки. С PINEL хотя бы в минус 30-35%. Обычно они составляют минус 60-70, а то и 90%. Многие теряют вообще все. Одна из самых главных ошибок новичков. Вы сегодня вкладываетесь на всю котлету в один актив. Завтра вы теряете 80-70% своего PINEL. И остатки несете на FUTCH. И теряете абсолютно все. Но проблема в том, что ваш сосед, который также в таком же минусе как и вы. Просто будет держать активы и потихонечку докупать. Он заработает очень много. В отличии от вас. Ведь вы свои токены грубо говоря отдали бирже. Фьючерс это зло. Запомните и никогда туда не лезьте. Если не имеете определенных знаний. С полным списком моих активов вы можете ознакомиться в моем закрытом чате телеграм. Там я даю платные рекомендации, что где и когда покупать. А также когда фиксировать прибыль. Плюс есть обучающий материал в виде лекции, которые пишу лично я сам. После которых вы будете находить паттерны, необходимые вам для торговли. В общем начнете открывать свои первые правильные сделки. У меня на сегодня все. Завтра выйдут полноценные актуальные новости. Всем до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok